Наставник желто-зеленых, воспитанник Краснодарской футбольной школы Кубань, по словам Вениамина Кондратьева, это очень важно для понимания процессов, которые сегодня происходят в команде. Мы решили, знаете, прислушаться к русской поговорке и взять того, кто все-таки, как я уже говорил, сам прошел нашу школу кубанского футбола и понимает, как я уже отметил, слабые и сильные стороны. И мы надеемся, что это будет более результативным шагом, чем просто приглашать очередного, даже именитого тренера. То есть здесь нужно просто работать или по-русски пахать. В первую очередь необходимо вернуться в Еврокубки. Это задача, которая для нас принципиальная, в принципе, для чего мы так и стараемся все вместе. Не безразличный город, не безразличная команда. Я с детства воспитывался здесь, занимался футболом. Мы говорили и не только об основной команде, говорили и о участии молодежи, привлечении молодежи. Потому что любой прогрессивный клуб не должен существовать только за счет бюджета, за счет покупки дорогих иностранцев или дорогих игроков, а должен растить свою молодежь. Кубань по-настоящему народная команда, отметил на встрече Вениамин Кондратьев. Поэтому новому наставнику «Желто-зеленых» необходимо сделать все возможное, чтобы клуб снова начал оправдывать ожидания жителей края, подчеркнул в Рио главы региона. Дмитрию Хохлову 39 лет. Он заслуженный мастер спорта России. С 1992 по 2010 годы выступал за ведущие российские и европейские футбольные клубы. С 1996 по 2010 играл в составе сборной России. Кубань Дмитрий Хохлов возглавил 10 июня. Контракт с ним рассчитан на два года.